Здесь живут. Друзья, у меня к вам такой вопрос. Любите ли вы путешествия? Уверен, большинство из вас скажет, конечно, да. Именно поэтому я хочу вам предложить подписаться на канал моего друга. Канал его называется Амир Беков. На канале он снимает путешествия автостопом и показывает самые прекрасные места в Дагестане. От горячих источников и горных вершин до заброшенных аулов и местных водопадов. Показывает, как и где ночью можно переночевать. А также удивительно добрых и гостеприимных людей, которые с радостью приглашают на ночлег путешественников. Ссылку на его канал я оставляю в описании. Также не забывайте передавать от меня привет в комментариях. А сейчас посмотрите небольшую нарезочку с его канала. И после этого приступаем к просмотру видео. Так, наконец настало то утро, которое я ждал с нетерпением и не мог заснуть. И причем пламя не гастет, а продолжает гореть. Друзья, всем привет! С вами канал На Страхе. Это новое видео. И как только стемнеет, я направляюсь на объект. Ну а пока что вам нужно... Вы можете посмотреть, что из себя представляет этот объект. С полета птицы. И прямо сейчас мы с вами отправляемся туда. Здание строилось для тружеников. Московского завода Ильича в конце 30-х годов. И гостеприимно распахнуло двери для отдыхающих как раз накануне Великой Отечественной войны. Немцы ожесточенно рвались к столице. Линия обороны Можайского направления пролегла совсем рядом. В новом пансионате устроили военный госпиталь. В декабре 1941 года войска во главе с генералом Говоровым перешли в решительное наступление. И часть русского района была освобождена от фашистских оккупантов. Подвиг советских воинов увековечили на аллее славы с монументом и стеллами. Здесь же на территории пансионата. После войны пансионат был благоустроен и переведен в ведение профсоюза. Для удобства отдыхающих создали все условия. Уютные номера с большими окнами и лоджиями, где можно было наслаждаться видами природы в любое время года. Просторная и светлая столовая с громадными люстрами, как в Доме Союзов. Современный кинозал, библиотека. Виновник развала пансионата – Горбачевская перестройка 90-х годов. В сложных экономических условиях, с распадом партийно-идеологических структур, каковой являлся и профсоюз, Полушкина не смог выстоять. По слухам, он был продан за бесценок и стал частным объектом недвижимости. В 98-й год – последний заезд и начало эпохи забвения. Новые владельцы вывезли все имущество. От мебели до оборудования столовой и библиотечных книг намечалась реконструкция комплекса, которому исполнилось более полувека. И хотя начались строительные работы, они так и остались незавершенными. Подхожу уже к Полушкину, к санаторию. Следов тут дофига. Даже следы машины. Правда, не такие свежие, но все равно следов много. Так, и вот понять бы, куда заходить. А тут можно везде заходить. Ага, и даже сюда дорожка протоплена. Собачки. Лишь бы слышно вам, я уверен. По ходу дела это еще... И еще тот свинарник. Так, вот там вот лестница. Интересно, у него еще подвал есть? Сталкер дикий. Ладно, пройдемся. По первому этажу. Да, я, кстати, вот в таком костюмчике опять. Потому что сюда просто сумасшедшие сугробы. Это вновь проколоть себе сердце ошибками. Это мой самый хардкорный пирсинг. Не знаю, стоит ли идти в подвал. Честно, я представлял себе это место немного в лучшем сохране, нежели оно есть. Очень странно, что вот сюда ведут следы. И кто-то здесь доходит. Интересно, что в подвале. В подвале, мне кажется, очень даже жутко. Подвал, наверное, оставим на закуску. Ну, блин, тут пусто, ребята. Я не ожидал, что будет вот так вот. Прямо. Че? Такое чувство, будто я что-то зацепил сейчас. Вдруг начинает шевелиться все. Ага, лестница, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, ладно. В этом костюме, конечно, тепло, но в нем очень тяжело передвигаться. Вдруг, тут ходят люди. Ой, мать! Это что? Охренеть, здесь живут Так, то есть у них здесь печка, смотрите, здесь реально живут, это опасно Надо слушать Если здесь кто-то есть, это реально может быть опасно Так, надо быть как-то готовым Там реально живут, вы прикиньте Может быть, конечно, на зиму они свалили В такие морозы, конечно, прожить нереально, но печка даже самодельная Охренеть, я не ожидал, это многое меняет В каждую комнату нет смысла заходить, даже просто потому что они все разрушены Вот я возьму вам любую комнату Подо мной Какая-то жесть Мне кажется, тут опасно стоять Вы слышали, наверное, что он даже шумит Этот пол Собака продолжает лаять Собака продолжает лаять Но это она на меня реагирует, это нормально Я уже привык к этому Запах канализации здесь Откуда? Стоп Стоп А Собака вообще вон проводкой даже была по ходу дела смотрите какой массивный вывез под окно видимо здание имеет три этажа да и третий этаж уверенно чувствует себя хуже всех зачем а а а а а и а и Продолжение следует... 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 Иди сюда Это был второй Вот второй Нет, они здесь живут потому что деревья то они притащили руки притащили да их скорее всего трое но судя по количеству кроватей и скорее всего рано или поздно они вернутся ну а вот вход в подвал как я понимаю честно сказать страшновато сюда спускаться хранилище ну по следам вроде бы свежих нет единственное что если бы я жил в таком месте я бы жил в подвале потому что тут должно быть теплее так жгут покрышки здесь кстати более-менее как-то умрано да ну здесь здесь Продолжение следует... 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 Продолжение следует...